Бобруйска 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 27 ноября прошло последнее судебное заседание по этому делу. Оба мужчины признаны виновными. С учетом позиции государственного обвинения, а также личности обвиняемых, суд назначил обвиняемому 1966 года рождения наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспалительной колонии в условиях строгого режима. Также присоединил неотбытое наказание по предыдущему приговору суда. Это в виде 3 лет 7 месяцев 8 дней лишения права заниматься предпринимательской деятельностью. Обвиняемому 1996 года рождения назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием из правительной колонии в условиях общего режима. Сейчас в отношении таксиста возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение торгового павильона путем поджога, а также за умышленное приведение в негодность путей и сообщений путем поджога на территории Осиповического района. Правоохранители в очередной раз напоминают. Неукоснительное соблюдение всех законов гарантирует вам спокойную жизнь. Максим Кемель, Максим Галеонко, Бобруиск, 360.